В эфире служба новостей Саров-24 в студии Анны Пилипец. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Размыла набережную, в чем причина и как избежать повторения. Быть мамой и папой наука не из простых. В Сарове открыла школа замещающих родителей. Пол миллиона на реализацию проекта. Медиа-студия «Фристайл» победила в конкурсе президентского фонда культурных инициатив. Далее расскажем обо всем подробно. Пенсии и социальные выплаты снова повысят. Президент Владимир Путин поручил правительству до 20 апреля представить решение по дополнительной индексации пенсии минимального размера оплаты труда социальных выплат. Представить предложение о дополнительном увеличении индексации размеров пенсии, в том числе выплачиваемых лицам, проходившим военную службу и приравненным к ним по пенсионному обеспечению лицам, указано в документе по итогам совещания о мерах социально-экономической поддержки регионов. На совещании глава государства обратил внимание, что рост цен серьезно бьет по доходам людей, поэтому в ближайшее время должны быть приняты решения по увеличению всех социальных выплат, включая пособия и пенсии. Фотографии размытой набережной реки Саровки активно появляются в социальных сетях. Вокруг них возникает масса споров и домыслов, как и почему это произошло. Мы решили не быть голословными и получить ответ от специалистов. И с вопросом, почему размыло берег, обратились в НИШ НовГеопроект, компанию, которая занимается проектированием и строительством набережных с габионами. Критический уровень спуска воды в Саровке и, как следствие, нетипично высокие скорости течения привели к размыванию берегов и обрушению габионов. Как нам пояснил главный инженер компании НИШ НовГеопроект Александр Белов, габионы, как и любые другие конструкции, проектируются с учетом эксплуатации. В данном случае гидротехнических объектов, плотины и водохранилища. Если говорить проще, для расчета их параметров берут максимальные и минимальные заявленные уровни воды. Нижняя часть конструкции матрас и верхняя габион, по сути, отметки, которые приняты как условия эксплуатации сооружения. И если уровень воды понижается ниже уровня матраса, это уже нетипичная для реки ситуация. То состояние, которое сейчас у вас наблюдается, вот все кадры, которые я видел, говорят о том, что эта ситуация нетипичная для этой реки. Почему? Потому что дно реки сложно песками. А скорость потока очевидно выше, чем размывающая скорость донная бытовая для данной реки. То есть в нормальных условиях таким образом река не ведет себя. Значительная часть дна оголена. То есть это говорит о том, что произошел как будто бы аварийный сброс. Или намеренно опустили уровень воды, может быть, за тем, чтобы кто-то решил подстраховать себя. В преддверии накопления и пропуска половодия. Конструкция габионов на реке Саровки предусматривает минимальный уровень воды – 119,6 метра. Администрация города в своем постановлении приняла решение о спуске реки до отметки 118,5 метров. И не установила дальнейшие параметры поддержания уровня. Если мы посмотрим на отдельных участках, видно, что произошла просадка уровня, значительная просадка уровня порядка метра. То есть мы край матраса Дино, габиона матраса Тюфячного, можем наблюдать. И поверхность воды, и между ними порядка метра, разница по высоте. Александр Белов принимал участие в строительстве набережной в Сарове. Также он главный инженер организации, которая проектировала и ведет авторский надзор за строительством набережной реки Вичкинзы в Дивееве. По словам Александра, Саровка и Вичкинза похожи по гидрологическим характеристикам. У них одинаковые параметры и грунты, поэтому и решения по укреплению берегов габионами одинаковые. Разные подходы к эксплуатации гидроузла в период подготовки к паводку. Сейчас там осуществляется пропуск в половодье. Так вот, там такой ситуации не наблюдается. Там затворы открыты таким образом, чтобы в пруду Дивеевском, в Верхнем Ефе, уровень воды находился как раз на границе матраса. При этом нижний объект, там он выполнен в виде канала, заполнен тоже не полностью. Идет нормальная работа по сбросу воды. Габионы в Сарове установлены несколько лет назад. И пока уровень воды в Саровке был в рамках рабочих режимов, размывания берегов не происходило. Компания «Саровинвест», установившая габионы, подсчитывает ущерб нанесенной благоустройству. Также компания обратилась в администрацию города с просьбой в кратчайшие сроки поднять уровень воды в Саровке. И чтобы избежать дальнейшего разрушения конструкции берегоукрепления, в будущем регулировать уровень в соответствии с климатическими условиями. Лидия Шулаева, Константин Островский, Александр Мальков. Служба новостей. Саров-24. До 31 мая в Сарове действует акция по озеленению дворов, напоминая департамент городского хозяйства. В ее рамках горожане могут самостоятельно высадить у себя во дворах саженцы клены или рябины, которые вместе с землей бесплатно предоставят ДГХ. Предварительно необходимо по телефону 977-87 согласовать время, к которому привезут все необходимое и место посадки, чтобы не повредить коммуникации. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Традиционная акция «Единый день сдачи ЕГЭ» родителями пройдет в Сарове 15 апреля в 10 часов на бате школы номер 13. В этом году предлагают написать экзамен по базовой математике. Акция позволит родителям выпускников пройти через все процедуры единого госэкзамена, заполнить планки, написать экзаменационную работу, а по окончании узнать результаты. Родители смогут лично увидеть, как осуществляют контроль входа в пункт проведения экзамена, распечатывают, а также сканируют экзаменационные работы. Это отличная возможность снизить напряжение перед экзаменом. Организатором акции выступает Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки. Росавиация в очередной раз продлила режим временного ограничения полетов в 11 аэропортов южной и центральной частей страны до 19 апреля. В частности, полеты не будут выполняться в Анапу, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элисту. В ведомстве рекомендовали российским авиакомпаниям перевозить пассажиров по альтернативным маршрутам, в частности, через аэропорты Москвы, Сочи, Волгограда, Минеральных вод, Ставрополя. С 15 апреля в клинической больнице 50 начнет работать единая справочная служба. Она объединит все городские поликлиники. Позвонив по телефону 95511, пациент, независимо от своего прикрепления, сможет вызвать врача на дом, записаться на прием, получить информацию о работе поликлиник и специалистов, узнать о том, как пройти диспансеризацию и вакцинацию. Звонки принимают по будням с 7 до 19 часов, в субботу с 8 до 16.00. В Сарове открылась школа замещающих родителей. Ее проводят с 2012 года для тех, кто хочет принять в семью ребенка оставшегося сиротой. Школа дает возможность будущим приемным родителям, усыновителям и опекунам получить полноценную подготовку, психологическую и юридическую поддержку. Быть замещающим родителем – непростая работа, требующая серьезной подготовки. С 2012 года все, кто решил взять семью ребенка из детского дома, обязаны пройти обучение. В нашем городе такие занятия проводит «Теплый дом». С 11 апреля стартовала очередная школа замещающих родителей. Будущих опекунов, усыновителей или приемных родителей ждут обязательные тренинги и лекции специалистов. Обязательно после окончания школы граждане проходят собеседование индивидуальное, то есть некий такой, как экзамен, потому как они усвоили материал, который им тут преподают. И предполагается 22 часа для индивидуальной работы с психологом по желанию. То есть граждане могут обсудить какие-то вопросы, которые волнуют именно их, именно касательно их истории. Также участники школы по желанию могут пройти индивидуальное психологическое обследование, которое в дальнейшем поможет организовать работу с кандидатом в нужном ему направлении. Вообще задача школы – не только дать теоретические знания, для этого есть интернет. Главный человек, приходящий на занятия при помощи психологов, должен понять, насколько он и его семья готовы к тому, чтобы взять себе приемного ребенка. Наша задача, чтобы если уж они после окончания нашей школы решили дальше идти по этому пути, чтобы они четко осознавали, на что они идут, какие у их семьи и у них как у личности есть сильные стороны, на какие они будут опираться, и какие есть ограничения, и насколько вот эти ограничения весомые. Надо понимать, что в большинстве своем у детей из детских домов есть какие-то особенности в плане здоровья, развития или поведения. Не всегда это видно сразу, чаще проблемы всплывают позднее и в подростковом возрасте. Вступая на путь замещающего родительства, человек должен сразу понимать, готов ли он тратить время и силы на это благое дело. Знаем, что некоторые совсем отказываются от этой идеи. То есть они понимают, что, наверное, у них были какие-то розовые очки по этому поводу. И вот то, что они слышат, они для себя принимают решение, что, наверное, это не их путь, и они будут помогать обездольным детям, но как-то, например, по-другому. Может быть, в качестве волонтера, может быть, в качестве благотворителя. И это тоже, на самом деле, очень хорошо. Полностью интервью с Натальей Шариповой о школе замещающих родителей смотрите в рубрике «Без комментариев» на канале Саров24. Два победителя и призер. Ученики 15-го лицея покорили жюри Всероссийского конкурса научно-технологических проектов «Большие вызовы». Всего от Нижегородской области в конкурсе приняли участие 329 старшеклассников и студентов. В региональный этап попал 71 человек. Саровский-Кулебин. Так ученика 15-го лицея назвал один из членов жюри конкурса «Большие вызовы». Лев Цветков стал победителем в направлении «Передовые производственные технологии». На суд строгого жюри мальчик представил проект изготовления филамента для 3D-принтера из пластиковых PET-бутылок. Над его разработкой Лев работал полтора года. Смысл проекта заключается в том, чтобы переработать пластиковую PET-бутылку в филамент для последующей печати на 3D-принтере. Сейчас все более актуальна становится домашняя 3D-печать. Филамент дорожает, пластик из которого печатает принтер. Поэтому как-то пытаемся переработать, по сути, отходы в готовый продукт. Александра Пешкова стала призером в номинации «Умный город и безопасность». На конкурсе девушка защищала работу, выборы, расчет экологически чистого, оптимального и удобного маршрута в школу. Для своих одноклассников Александра просчитала наиболее удобные маршруты из нового и старого районов, а также с окраин города. На конкурсе были участники довольно хорошего уровня, и я очень много что унесла, каких полезных советов и полезных замечаний унесла с этого конкурса. Сейчас ребята готовятся к следующему этапу конкурса, который пройдет уже в середине апреля. С финалистами будут работать эксперты, которые помогут конкурсантам доработать проекты, усовершенствовать их. Павел уже отправил работу эксперту. Юноша победил в направлении современной энергетики с проектом «Атомно-водородный комплекс на базе атомной электростанции малой мощности». Всем известно, что есть атомная станция, а это атомная станция, но она, соответственно, меньше, вырабатывает меньше энергии. Ну и мой проект заключался, собственно, в том, чтобы избыточную энергию, которую будет вырабатывать эта станция, пускать на производство водорода. Ну, что, в свою очередь, позволит озеленить энергию, так как самая по себе атомная энергия, она экологичная, то есть зеленая, и энергия при сжигании водорода тоже зеленая. Победители и призеры Всероссийского конкурса примут участие в научно-технологической программе «Большие вызовы», которую организует образовательный фонд «Талант и успех» в Сириусе. Медиастудия «Дыши-2» стала одним из победителей в конкурсе президентского фонда культурных инициатив и получила грантовую поддержку в размере около полумиллиона рублей. Диджитал-проект «Культурный алфавит» будет состоять из 29 видеороликов о значении терминов из области народной культуры в алфавитном порядке. В 29 сериях ребята медиастудии «Дыши-2» расскажут о значении терминов из области народной культуры в алфавитном порядке. Сейчас современный человек не знает тех слов, которые люди употребляли на Руси. Задача видеороликов – познакомить зрителей с русскими народными традициями и культурным наследием страны, подбирать интересные слова ребятам и преподавателям медиастудии, помогали коллеги из других отделений школы. Формат видеороликов будет такой комбинированный, будут элементы опроса, репортажа, будут участвовать наши ученики медиастудии и мультстудии «Кадрики». Здесь еще есть такой элемент наставничества, старшие ребята помогают младшим. Опрос будет проводиться среди горожан Сарова как маленьких детей, так и взрослых людей, так и лидеров общественного мнения. Небольшие подлительности, динамичные, интересные и даже с долей юмора. Такие видеоролики воспитанники и педагоги медиастудии «Дыши номер два» уже готовят в рамках своего проекта «Культурный алфавит», который стал победителем конкурса президентского фонда культурных инициатив и получил грант в 448 тысяч рублей. В прошлом году мы получали грант от Росатома на проект «Кадрик ТВ» в течение года. И до сих пор мы снимаем этот проект, где дети мультстудии делают репортажи про разные культурные события, мероприятия. И опыт этого проекта нам подал идею, что мы можем продолжить такое действие. Проект «Культурный алфавит» педагоги выдвинули на конкурс во второй раз, так как с первой попытки выиграть грант не удалось. Теперь у медиастудии «Фристайл» и мультстудии «Кадрики» есть возможность попробовать себя в работе над совместным большим проектом и создать интересный контент и для детей, и для взрослых. Мы получаем значимую финансовую поддержку, которую мы используем для закупки новейшего оборудования, для съемки, монтажа. Мы надеемся на то, что наши ролики будут смотреть, мы получим обратную связь какую-то, и что наши местные СМИ тоже посодействуют нам в популяризации нашего проекта. 29 серий в рамках проекта «Культурный алфавит» медиастудии Детской школы искусств номер 2 будет выпускать до мая следующего года. Видеоролики планируют показывать как в сети интернет, так и на городском телевидении. И это все, о чем успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16», в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники. Там же вы найдете все информационные выпуски и авторские передачи. В студии работала Анна Пилипет. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова